Добрый вечер! В эфире канала «Россия-24» программа «Вести Ульяновск». Итоги информационного дня подведу я, Елена Тимонина. И вот о чем мы вам расскажем. Холод в доме или течь в подвале? Какую из двух зол выбрали коммунальщики на Нариманово-85? Навыки мудрых. Ульяновские соцработники борются за звание лучших в международных онлайн-соревнованиях WorldSkills. И заиграл ярким золотом. В храме Николая Чудотворца обновили купола. Из Ленинского района пришел сигнал СОС. Жители дома номер 85 по проспекту Нариманово мерзнут в своих комнатах. Энергетики посчитали, что трубы в здании не подготовлены к зиме. И если открыть задвижку, то дом сможет затопить. Однако такое предостережение не утешило собственников помещений. Приехали, посмотрели в подвале. То есть, правильно вы говорите, что посмотрели, что не готово. Чуть-чуть они включили, видимо, попробовали. Пошла течь. В общем, отключили, снова все, уехали с приветом. Мерзно ужасно. Ужасно холодно дома. Отопление включили. За минут 10 нагрелось. Душа рада была. И все, выключили, потому что все трубы лопнуты. У нас маленький ребенок, полгода, ну 7 месяцев. Мерзнет. Дом холодный. По словам людей, до начала отопительного сезона дом не был бесхозным. И временно находился на балансе управляющей компании городская усадьба. Однако, перед началом отопительного сезона коммунальщики отказались обслуживать дом. Это подтвердили и в городском управлении ЖКХ. В связи с тем, что никто не ждал, что данная компания оставит раньше срока дом. Соответственно, дом сейчас мы передали во временное управление новой управляющей компанией. До момента выбора на доме формы управления, либо на конкурсной основе. Нашли общий язык с управляющей компанией, с новой, с временной. Которая сегодня присылает на дом сантехников. И, соответственно, они за сегодня и завтра проведут все регулировочные работы и тепло на доме запустят. По словам Евгения Беркутова, если в ходе запуска тепла потребуется откачать воду из подвала, то город готов и тут оказать помощь. Это сделают силами Ульяновского водоканала. Полицейские задержали преступника, находившегося в федеральном розыске. Повторно. Первый раз 39-летний ульяновец был задержан в железнодорожном районе по подозрению в совершении кражи денег с банковской карты. Тогда, после возбуждения уголовного дела, следствием была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако злоумышленник скрылся от представителей правопорядка и был объявлен в федеральный розыск. По имеющимся сведениям, гражданин некоторое время скрывался на территории города Новосибирск. Однако впоследствии полицейские задержали его на территории Республики Бурятия. В настоящее время обвиняемый будет доставлен на территорию Ульяновской области, где ему заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Ульяновской области проходит четвертый национальный чемпионат «Навыки мудрых». В финале свое мастерство по стандартам WorldSkills демонстрирует больше 300 конкурсантов из 72 регионов страны. Соревнуются участники в очно-дистанционном формате. Чемпионат «Навыки мудрых» – это соревнования между профессионалами возраста 50+. В этом году наш регион принимает участие в одной компетенции – социальная работа. Задания в этом году состоят из трех модулей. Это выявление потребностей в социальных услугах, предоставление социальных услуг и оказание социальных услуг. Отбор для участия в соревнованиях проводился в несколько этапов. Сначала определили лучших соцработников в районах, потом эти участники соревновались уже между собой на чемпионате Ульяновской области. Валентина Владимировна у нас победила и заняла первое место. Соответственно, в этом году она представляет Ульяновскую область. Она является социальным работником, обслуживает порядка 10 подопечных, работает в Павловском районе, в Павловском комплексном центре, оказание социальных услуг. За плечами Валентины Будковой 8 лет стажа в статусе социального работника. Педагог по профессии в предпенсионном возрасте она сменила сферу деятельности и буквально за несколько лет достигла на новом поприще отличных результатов. Теперь представляет регион на федеральном уровне. Профессия соцработника – это прежде всего сострадание, милосердие пожилым людям, одиноким. Я проживаю в сельской местности, поэтому очень часто с этим встречаюсь. Вижу, как престарелым родителям приходится доживать большей частью одним. И поэтому создана такая служба, чтобы оказывать им помощь. Вот мы там и работаем, оказываем им помощь, внимание, заботу. Начались соревнования 6 октября. Наблюдать за ходом чемпионата навыки мудрых онлайн могут все желающие на сайте конкурса и в соцсетях. А имена победителей станут известны уже сегодня. Мария Пугачева, Александр Рассохин, Вести Ульяновск. В регионе также стартовал и отборочный этап седьмого национального чемпионата Обилимпикс. Олимпиады возможностей проводятся среди инвалидов и людей с ОВЗ. Своё профессиональное мастерство продемонстрируют 2500 конкурсантов со всей страны. Это школьники, студенты и так называемые специалисты. Наш регион в компетенции бисероплетения представила Диана Половникова. У школьницы нарушение зрения. Диана практически не видит. А в этом деле тонкостей много. Чего только стоит набрать на проволоку бисер. Но девушка справляется. На ощупь собирает цветы. На конкурсе была вот эта поделка. Трудно у тебя было. Волновалась. Несмотря на волнение, Диана блестяще справилась с заданием. Дальше слово за жюри конкурса. Соревнования проводятся в вочно-дистанционном формате. Победители отправятся в столицу в середине ноября. Там состоится национальный чемпионат Обилимпикс. Сегодня день памяти одного из наиболее почитаемых православных святых – Сергия Радонежского. Его называют игуменом или духовным наставником и покровителем-собирателем земли русской и всея Руси чудотворцем. Более всего он был известен тем, что занимался сплочением княжеств и примирением князей для борьбы с татар-монголами. Также преподобный просиял множествами чудес как при жизни, так и после своего блаженного успения. Упокоился Сергий Радонежский 8 октября по новому стилю в 1392 году. А в преддверии праздника в Николаевке обновили храм Николая Чудотворца. На колокольне установили позолоченные маковку и крест. Как говорят священники, главный храм Николаевского района Ульяновской области приобрел свой окончательный вид. Благодаря помощи меценатов и пожертвованиям простых прихожан, это уже седьмой и последний крест с маковкой, который заменили в этом году. Это довольно очень трудоемкое и очень значимое для нас событие. Потому что купола, которые были установлены до этого уже больше 20 лет, когда устанавливались, было с расчетом установки. То, что, ну, в ближайшие 10, максимум 15 лет, что именно, простояли, простояли, слава Богу, больше 20 лет. И, наконец-то, установили уже современные золотеные купола. По мнению николаевцев, с появлением на храме полного ансамбля золотых крестов внешний вид поселка преобразился в лучшую сторону. В ближайших планах священников, прихожан и меценатов продолжить реконструкцию храма, который был построен в середине 90-х годов прошлого столетия. Уже в скором времени тут начнутся работы по замене окон и дверных проемов. Ульяновский оркестр русских народных инструментов выступит с приглашенным дирижером. Концерт «Русский оркестр душа России» состоится уже завтра. Дирижер Ирик Файзрахманов приехал в наш город из набережных Челнов. По его словам, одной из ярких особенностей выступления станет то, что в программу включены сочинения, написанные специально для Оркестра русских народных инструментов. В их числе произведения Павла Куликова, Виктора Гридина, Александра Цыганкова. А также посвящение основателю и создателю народных оркестров Василию Андрееву. Так как мы приехали из Республики Татарстан, мы бы хотели показать свою национальную музыку. Мы сыграем премьеру. Это будет фольклор «Сюита», написанный Рафаэлем Беляловым, татарским композитором. И солисткой выступит домристка Евгения Возрахманова из набережных Челнов. Также в качестве солистов сыграют и участники Ульяновского коллектива. Баянист Константин Новичков, домристки Мария Сахнова и Татьяна Пермякова. А вокальную часть на себя возьмет Елена Рождественская. Это уровень высочайшего коллектива, оркестра. Стал таким открытием ульяновский оркестр для нас. Конечно, мы знали, что он высокого уровня, но когда ты оказываешься здесь, все это слышишь вживую. Очень высокий уровень музыкантов, оркестра. Концерт состоится в эту субботу, 9 октября, во Дворце творчества детей и молодежи. Ступен каждому. Это доказывают авторы социального проекта. В регионе организовали спортивную секцию по адаптивному хоккею для слабовидящих детей. Подробности в нашем репортаже. Автор проекта «Хоккей. Доступен каждому» Александр Яшин тоже инвалид по зрению. И с детства знает, как непросто даются успехи в таком серьезном виде спорта. Отсюда и родилась идея создания специализированной секции. Здесь проект не про спорт высших достижений. Здесь проект про социальную и физическую реабилитацию ребят. Чтобы ребята, выпустившиеся из школы, могли за собой следить в плане физической подготовки. И у них была реабилитация в плане собрать свои вещи, добраться до места тренировки, ничего не забыть. Сейчас в ульяновской команде «Симба» 10 парней, которые уже полюбили занятия и с удовольствием приходят на каждую тренировку. Десятилетний Данил Альда мечтал об этом с самого детства. Мы уже где-то с пяти лет занимались на улице, катались в коробках. То есть он говорил, запиши меня куда-нибудь, чтобы на хоккей ходить. И тут к нам в школу пришли, предложили, и мы начали заниматься. У команды уже появились первые успехи. В августе ульяновских хоккеистов пригласили на сборы в Сочи. Все по впечатлениям им дали форму, это все бесплатно. Им дали там хоккейную, там всю амуницию, клюшки, защиту и прочее. То есть эмоций куча. И вот таких эмоций, когда смотришь таких детей, переполняют меня, да, как, условно, как тренера, как депутата. И хочется помогать больше и больше. Занятия по адаптивному хоккею будут проводиться три раза в неделю, включая физическую подготовку, бассейн и тренировки на льду. Елена Тимонина, Ирина Шмагова, Вести, Ульяновск. На сегодня у меня все. Далее информация о погоде. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и приятного завершения вечера. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА